Ни дня без ненависти к своему народу, депутат Красноярской Краевой Думы некая Пензина предложила на Мидне начать истреблять россиян. Я не шучу сейчас, правда пока не всех, а только тех, кого лично она и ей подобные сочтут врагами-предателями. И вот теперь самое интересное. Предателей, по мнению Пензина, и в стране сегодня насчитывается аж 30% населения, вы не ослышались только что. То есть треть. Вообще понимаете, нет? Согласно бредням этой, я даже не знаю, как ее назвать-то, но согласно ее бредням, каждый третий гражданин Российской Федерации это враг, который, наверное, правильнее было бы пустить в расход, ну или хотя бы в ГУЛАГ отправить. Чего? Того. Сейчас остановимся на новом подробнее. Это реальная журналистика. К сожалению, дураки в жизни глупее, чем в сказках. Вот эта цитата из «Бессмертных советских чародеев» пусть и станет темой сегодняшнего выпуска, праздничного выпуска, прошу заметить. Поехали! Так о чем мы? Ах, о некой Пензиной, депутате из Красноярского края, напомню, которая треть наших соотечественников в предатели записала тогда для начала цитата от барышни. Итак, наша страна уже давно определилась с приоритетами, и они на стороне традиционных семейных ценностей, а в России осталось примерно 30% предателей. Тут возникает давно перезревший вопрос. О возрождении СМЕРШа надеюсь, что в скором времени все же мы перейдем от вопроса к созданию такой структуры. Это европейски настроенная часть россиян, то есть те люди, которые считают, что будущее России – это европейская модель, и таких людей в России в разное время разное количество, но я считаю, что в хорошие времена их доля поднимается до 30%. Сколько? Дальше начинается вообще Укатайка. Дело в том, что я не просто так показал вам фрагмент вот этого интервью. В кадре двойна агента Михаил Ходорковский и Александр Плющев. И вот во время интервью один из его участников высказал предположение об искомых 30%. Как раз предположение, подчеркиваю, мол, до третьей населения России могут быть несогласны с текущим положением дел в стране. Причем сказал он это с оговоркой «я считаю», послушайте еще раз, если упустили данный момент из виду. Таких людей в России в разное время разное количество, но я считаю, что в хорошие времена… Повторяю, для тех, кто на бронепоезде человек в кадре, ну, Ходорковский, озвучил какие-то свои умозаключения, измышлизмы, если хотите, не факты, не статистические данные, даже не намеки на эту самую статистику просто предположил. Вот мне кажется, сказал. А некая Пензина, наделенная, кстати, полномочиями депутата, властным статусом, тут же поспешил обвинить каждого третьего гражданина нашей страны в том, что он враг, а и молодец какая. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. От тебя это ебать должна. А ведь даже Гурулев оказался более гуманным, как показала практика, этот любимец публики всего-то 20% россиян уничтожить предлагал, да и то. Долго после оправдывался, мол, неправильно меня поняли, и вообще в каждом отдельном случае надо отдельно разбираться, а Пензина сразу олимпийскую планку взяла, действительно. Чего мелочиться на первой, второй, третий, рассчитайся, так вот каждый третий, ты, 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 выйти из строя, все вы теперь предатели, я так решила. В общем, скормите их Цербером. Удивительно, господа, вот удивительно, не находите? Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда, у меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. К слову, никто не знает, это не Пензина сейчас была, ладно, разберемся в процессе. При этом ребятки все время лопочут о каком-то народном единении, о каком-то сплочении, ну вот дабы не быть голословным, несколько громких пропагандистских заголовков буквально по этому поводу. Итак, россияне сплотились вокруг президента во имя будущего страны, сплоченности и единства. Что говорят о консолидации вокруг Путина главы российских городов? Спикер Сафеда Матвиенко. Серьезные вызовы сплотили граждан в 2023 году. Лавров назвал причину небывалого сплочения людей. Как всегда бывает, когда они будят русского медведя, наш народ сплотился, небывало сплотился, это не пустые слова, мы это видели и в ходе выборов президента, мы это видим в повседневной деятельности наших предприятий. Простите меня тупого, но я запутался, серьезно. Вот для меня слово сплотим, все равно, как и понятие единения, всю жизнь было чем-то сродни, мы стали одним целым. Мы собрались в единый кулак, мы все горой друг за друга, Вася и Петя, братья навек, наконец. А что же мы с вами дружно наблюдаем на самом деле? За пределами вот этих вот заголовков и пустой болтовни по телевизору именно. Что чаще слово враг мы слышим в отношении своих же соотечественников начиналось издалека. Сперва возникли некие релаканты, которых вскоре стали клеймить, на чем свет стоит, потом и на агенты появились. Их тоже начали чехвостить, а теперь уже прямым текстом всех остальных оскорбляют и под ту же гребенку чешут. Всего хорошего. Про предателей внутри страны Верещатку, их люди, обличенные властью, призывают еще раз, простите, но призывают уничтожить. Вот же только Юля в своем крайнем выпуске рассказывала про депутата из Пскова с не самой русской фамилией, кстати, который как брякнул какую-то херню. Мы живем непростое время, и, как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, наш президент только делами мы будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Да-да-да-да, вы не ослышались. На этой неделе в сети появилось видео, в котором некий депутат по фамилии Мнацаканян, как утверждают СМИ, предложил расправляться с теми, кто недоволен работой местных чиновников. Не прошло и пары дней, из Красноярска похожие новости прилетели, причем смотрите, какая забавная штука получается. Число так называемых врагов, которых эти мечтают уничтожить, растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Просто уже ведь, повторюсь, как попугай. Каждый третий для них предатель до такого договорились. Дальше что? Еще через полгода каждого второго начнут во враги записывать и предлагать к стенке ставить, а еще через год каждого первого, то есть в принципе всех. Иными словами, в России скоро останется только две категории граждан. Чиновники с депутатами, представители власти, их миллионов 3-5 и примерно 140 миллионов врагов-предателей. Я опасность вижу в разъединении страны, в том, что свои против чужих, а и те, и другие, это Россия. В этом я, конечно, вижу опасность, очень большую опасность. И главное препятствие для нашего движения к скольким неприемному будущему, потому что мы сейчас разделенная внутри себя страна. Ты заговорил и достучался до сердца. Поэтому я и спрашиваю, кто и с кем сплотился-то? Где оно? Единение это беспрецедентное. Да вы уже сегодня. Миллионов 50 россиян минимум. Во враги умудрились записать, предателями обозвать и предложили их на растерзание условным смершам отдавать. Да куча введений смертной казни то и дело толдычите. И смертную казнь, кстати, вы ведь мечтаете вернуть не для мифических захватчиков из какого-нибудь НАТО. Вы эту инициативу против своих же избирателей направить хотите, не так? Физически у нас смертная казнь запрещена. Да. Точнее у нас моратория, я неправильно сказал. Моратория на смертную казнь. И здесь не обсуждается. Но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Месяц говорит, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. А вообще сегодня вроде как государственный праздник, да? День России, название-то какое красивое, громкое. Вот только читая в последние месяцы такие новости. И глядя на озлобленные физиономии вот этих людей, которых я вам сегодня показывал, они ведь действительно озлобленные. Вы просто посмотрите на них. Можете даже не слушать, что говорят, хотя лучше послушайте, но заодно вглядитесь в эти прекрасные лица-то. Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, лишится всего. И подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака. Чё? Чё? Опа! Честно? Ну нет праздничного настроения. Надоел, потому что это сволочизм. Надоело это бесконечное хамство. Надоело это бесконтрольно льющаяся ненависть. Ну что с ними праздновать-то можно? И даже не хочется ведь. Всё. Переваривать это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.